Кровь – это незаменимый лекарственный продукт, который используется еще со времен Гиппократа. Ученые работают над производством искусственной крови, однако она обладает высокой токсичностью и дорога в производстве. Эти факторы не позволяют внедрить искусственные заменители в массовое производство. Именно поэтому так ценна тонерская кровь. Она просто необходима больным гемофилией, онкологическими заболеваниями, а также во время серьезных операций, аварий и катастроф. Сколько у нас в Артеме уже людей приобщились к донорскому движению? В целом, если посчитать общий такой список, около полторы тысячи человек. И это, конечно, наши герои, потому что все врачи, мы благодарны этим людям. Для того, чтобы стать донором крови, нужно, конечно, хорошо подготовиться, нужно выспаться. Нельзя планировать сдачу крови перед каким-то серьезным соревнованием, перед каким-то мероприятием серьезным. То есть надо прийти отдохнувшим, здоровым. За два дня до сдачи крови желательно отказаться от жирной пищи. Перед тем, как сдать кровь на завтрак и на ужин, накануне сдачи крови, нужно съесть что-то такое, какую-нибудь кашу на молоке, отварные овощи, приготовленные на пару, ну, чтобы исключить вот эти какие-то жиросодержащие продукты. Отказаться нужно за два дня от принятия алкоголя и за два часа до сдачи крови не курить. Регулярная сдача крови положительно влияет на здоровье донора. Снижается риск инфарктов и инсультов, риск раковых заболеваний. Происходит постоянное обновление и омоложение кровяных телец, что улучшает общее самочувствие. Донорство даже показано людям с высоким уровнем холестерина. Напомним, донорский день пройдет 15 февраля в Центре медпрофилактики на Кирово, 14. Пункт приема будет работать с 9 до 12 часов. Лучше записаться заранее по телефону 4-03-13. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.